у нас денет одну не легче ромашка чуть прихворил заболел не знаю вчера было все нормально веселился все сегодня утром встал пока кушать не захотел это целый день такой вялый этот лежит такой какой-то непонятный там лариса позвонила ветеринару не был телефон он там сказал подавать ему таблетки какие у нас есть мы нашли таблетки париса ему давать тушь правильно беда не приходит одна не одно так другое он стал чихать чих-чих чих-чих что такое непонятно удаляет смотри у него слюни текут ну да смотрю у него начинку слуни выделения такое что это такое знающих дали на таблетку риса дала таблетку а потом похоже у нас там есть раствор врать сказал сделать рингер рингер и расхода капельницы нет шприцом под кожу по чуть-чуть по чуть-чуть вводить чужие ветеринары нигде ничего ничего не купишь ничекуда не поедешь мне честно говоря уже нету никаких сил на исходе мои нервы на исходе мои силы ну врача спрашиваю как шоу почему она может быть так случится но говорит это может быть герпес он заболел от котят этих что не могут быть носителями этой инфекции но даже сами не знаю об этом на людей это не переходит на кота он же у нас не гуляет по улицам домашний но они тоже не виноваты и кто ж не знал что у них это инфекция они прогристовали моих и ромашка тоже был прогрустованы она говорит что кушает с одного пьют кушают одного этому все признаки у него еще опухли лимфоузлы то есть такие щеки как будто он знаете карабаста купил таблетки таты с антибиотиком у нас есть в рисом удала должны помочь и он же не пьет не ест ничего то да все идет это вчера такой веселый еще вчера играл белом на окно с окна все еще он пытается прятаться чтобы было потемнее ну когда еще светло было прятался вот простынку так наделываем на кровать обычно он же какого возьмешь на руки ну сразу тут же включает мотор учит а это все заболел горочку заболела красиво любил на мужичка саму лучше мы будем надеяться что таблетки все это помогут которые есть да она сказала еще это там каплю в нос мы говорим у нас есть капли там какие-то у у юли но они лишь не подходят и да да она горит нет это нет ни тех капли позвонили еще там спрашиваем есть такие капли ногу у знакомых тут дымит ряд нету есть там совсем не тишина людям позвонили так что сегодня это целый день практически мы занимаемся ромашкой ну думал что должен поправить он обязан поправить конечно поправить такие вот так вот вам рассказали на сегодня бакала только в 11 часов дня а так целый день было тишина это в 11 часов два раза до бабахнула они вот когда волчонка кормили а и когда волчонка лариса кормила пошла до где-то далеко вот такие у нас новости я не знаю выдержит мои нервы сегодня нам привезли нам всего общежития она сегодня в общежитии привозили люди что заселяли все таки же домах разбитые на привезли там картошку чтобы люди брали себе готовили бурак свеклу потому что еще капусту и лук такое привозили не знаю че брали люди че не брали там что не знаю так что часу часу не легче это дети бегают на окно они веселятся тигруля подходит говорит ромашка ты шо ану вставай давай даже не знаю я даже никогда не предполагала что такое да юля говорит как они могли зародиться если они сразу не заразился он по как он сейчас оказывается чех кашель да он начал чихать не поняла сначала думал же отопление отключено дому божечек заболел простым где-то нет да нет может знать в голове все всякое разное сразу ну врач немножко эту ситуацию разъяснили посмотрю ну хотя она не радужно это я свечку включим потом сделаем вот этот раствор по чуть-чуть домой вот выпаивали шприцом где-то 100 миллилитров дали а сейчас нет ни что на на литров 60 я тебе в общем он надеется что вся эта ситуация которая сейчас ромашкой обязательно должна поправиться в лучшую сторону да ромашечка никому ничего не скажет у него глазки закрыты